И для меня было очень приятно, когда я прям попал сюда, потому что в этом месте есть очень много людей. И дает одну минуту, полностью голубое небо, реально это очень мощно, это просто как сказка. Hola, мои дорогие amigos, надеюсь, что у вас все хорошо. И наше путешествие по Японию продолжается, у нас уже был Киото, Кобе, Сококи и Наташи. И сегодня я, пожалуй, хочу показать самое красивое место, которое я увидел в Японии. Это, конечно, Фудзидяма. Ну и в этом видео, конечно, буду очень мало говорить, потому что слова лишние, когда есть такие кадры. Привет, мои дорогие друзья, и сегодня невероятно крутой вид. Сегодня я у меня есть прекрасный вид, increíble. Просто покажу, потому что нечего сказать. Я вам покажу, потому что слова нечего сказать. А еще Сакура, и есть Сакура. А Сакура падает, ветер. А еще Сакура, и когда кай, когда льет, то есть... Вау. На самом деле, это была очень импровизированная поездка, потому что я не знал, что он находится так близко от Токио. Когда я был в Токио, узнал, что это просто 90 километров, и можно попасть. Я рекомендую, если вы это хотите сделать, все бронируйте саране, потому что обычно только на автобусе можно ехать. И еще есть поезда, но нужно бронировать свое кресло, иначе ты будешь стоять практически два часа. Пожалуй, вы, наверное, уже увидели эту фотографию из Японии. И я, конечно, хотел именно поехать в это место, чтобы повторить эту фотографию. Но, как вы знаете, что-то показывает соцсетей и реальность очень сильно отличается, потому что в этом месте есть очень много людей. Во-первых, оказалось, что, чтобы делать эту фотографию, нужно заниматься очередем. С одной стороны, это хорошо, потому что, когда есть больше контроля, есть больше шансов, которые получатся хорошие фотографии. Но, с другой стороны, я ждал около часа для этой фотографии. В конце ролика будет, пожалуйста, оцените, и стоило ждать час. И, во-первых, то, что я не ожидал, это то, что они набирают группу по 30 человек примерно и дают одну минуту, чтобы делать фотографию. Представляете, все в шоке, что есть минуты. Все начинаются фоткаться очень быстро. Я путешествовал один, у меня нет кого спросить, а все очень заняты своими фотографиями. Но мне повезло, что удалось сделать такую фотографию, потому что я был из последних, которые вышел из этой группы, и поэтому уже было не так много людей. Но на самом деле сделать такие фотографии, как в Инстаграме, я не знаю, что нужно делать, чтобы получилось без людей. Это невозможно. И еще, как в каждом ролике, я покажу свои футболки. Понятно, это Фучи. И здесь очень интересно, извините, что так поднимаю. Вот такая улица. И я, кстати, это купил в Осаке до того, что я был в этой месте. И для меня было очень приятно, когда я прям попал сюда. И это было неожиданно. Конечно, гуляя по Фуджи-сан, мне было безумно повезло, потому что я поехал увидеть Фуджи-сан. Была прекрасная погода, полностью голубое небо. Просто дух захвативает. Это очень, реально, это очень мощно. Я однозначно говорю, что это мое любимое место в Японии. И еще, как было сакура, все лепестки падают на тебя. То есть, это просто как сказка. Поэтому, если у вас будет такая возможность, то сидите в этом месте, потому что это нереально красиво. А если нет, просто наслаждайтесь этим красивыми калорами, которые я сделал с большой любовью. Субтитры создавал DimaTorzok И, кстати, на этой улице, которая в Долу, идешь, идешь, потом в Фуджи-сан, запрещают фоткаться. Но на самом деле, на переходах не должно быть фотографий, потому что это очень опасно. Ну, это так красиво. И так, конечно, есть полицейские, чтобы они прям гоняют уездом, чтобы они не стояли, переходят, сфоткались, потому что реально опасно. Но это очень красиво. Ну и, мои дорогие amigos, сегодня был очень короткий выпуск, но Фуджи-сан, мне кажется, он достойный, имеет свое собственное видео, поэтому посвящаю все вот это прекрасное место. А, кстати, вы знали, что вот это emoji на телефонах, это как раз Фуджи-сан? И, кстати, если вы учите испанский язык, я вот учитель испанского языка, я буду очень рад быть вашим гурм в этом хороший и красивый путь в мир испанского языка. И, пожалуйста, не забудьте подписываться на мой Telegram-канал, Instagram, где я там делаю отдельные публикации, которые очень интересны. Ну и, мои дорогие amigos, надеюсь, что вам понравилось. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая фотография? И мы с вами увидимся в следующий четверг. Всем доброе! Adios, amigos! Субтитры подогнал «Симон»!